Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые коллеги! Как хорошо меня слышно! Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если видите и слышите меня нормально. Спасибо! Ну что ж, друзья, мы с вами начинаем очередную вебинарную неделю в Директ Академии. Сегодня у нас наш постоянный спикер Наталья Модестна-Логачева и ее трек вебинаров, посвященных диссертации. Тема сегодняшняя – научный руководитель диссертации, где искать, как выбрать, чего ждать, как общаться. Но прежде чем передать слово Наталье, я хотел бы, как всегда, сделать несколько объявлений. Первый из них касается того блока текста, который я поместил в самом начале нашего чата. Там четыре полезные ссылки для вас находятся. Говорю в основном для тех, кто впервые на наших вебинарах. А таких достаточно много. На каждый вебинар приходит 10-15% людей, которые никогда не были на Директ Академии. Так что прошу остальных, если для них это покажется информацией повторной, подождать и потерпеть чуть-чуть. Итак, в самом начале нашего чата находятся четыре ссылки. Первая из них ведет на нашу страницу расписания, на главную страницу Директ Академии.ру сайта. И там вы можете зарегистрироваться на все вебинары, которые нам предстоят не только в течение нашей недели, но и до конца нашего учебного года. И потом получите предупреждение о том, что этот вебинар состоится уже за день и за час. Вторая ссылка. Она ведет на наш видеоканал на YouTube. На этом видеоканале уже записано более 360 наших вебинаров. И этот вебинар тоже, естественно, будет появиться через несколько дней на нашем канале. Третья ссылка ведет на нашу страничку с описанием онлайн-курсов. Она предназначена для тех, кто хочет поучиться у нас в Директ Академии на каких-то курсах онлайн. Предложение включает в настоящий момент 8 курсов. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, где после окончания вебинара можно будет приобрести сертификат. У меня объявление для тех, немногих это, кажется, один или два человека, кто получал сертификаты по... Ну, не буду даже говорить по какому из наших вебинаров в пятницу, субботу и воскресенье. Если ваш сертификат имеет неправильный вид, пожалуйста, напишите мне на мою почту. Я сейчас ее проведу. УМЦ. Директ Медиа РУ. Я тогда вам сертификат вышлю в индивидуальном порядке. Дело в том, что в пятницу у нас проводились работы по расширению функционала нашего системы выдачи сертификатов. И часть сертификатов, по моим наблюдениям, это должно быть считанные единицы, получились неправильные по оформлению. Так вот, если что-то случилось такое с вами вот за пятницу, субботу, воскресенье, пожалуйста, нам напишите. Мне напишите. Вот, ну и я хотел бы проанонсировать три следующие вебинара, которые состоятся у нас во вторник, в среду и в четверг. Вот эти вебинары. 20-го числа в 12 часов Марина Пивень проведет свой очередной вебинар в нашей серии искусствоведческих вебинаров. И будет он называться «Время титанов и творческий огонь во мне бушуют» Микеланджело Буонаротти. 21-го числа в среду в 15 часов, обращаю внимание, Марина Орешко ведет свои вебинары в 15 часов. Серия для библиотекарей. Вебинар называется «Библиотекарь-журналист. Создаем электронные библиотеки». Создаем электронные публикации. Ну и 22-го ноября в четверг у нас в этом году дебютирует Алексей Дьяченко. В прошлом году его вебинар был одним из самых популярных среди ведущих, не серийных ведущих, скажем так. Вебинар был посвящен Мудлу. И в этом году мы дадим ему слово. Он три вебинара проведет. И вот первый из них называется «Демонстрация возможностей среды электронного обучения. Русский Мудл». 3КЛ. Ну и, видимо, он на первом вебинаре расскажет и об оставшихся двух вебинарах, которые пройдут. «Елена Сергеевна, давайте вы мне напишите это на почту. Я сейчас не могу вам ответить прямо в чате, потому что мне надо анализ провести, что там, как и так далее. Если вы были на вебинаре, присутствовали на вебинаре, а не только были зарегистрированы на нем, то должно все работать. Я должен по базе данных проверить ваш e-mail. Поэтому, пожалуйста, напишите мне, и я это проверю. Ну что ж, коллеги, А сейчас я, затянулось мое предварительное слово, сейчас я передаю слово Наталье Модестовне для того, чтобы провести сегодняшний вебинар. Наталья, прошу вас на связь. Добрый день, уважаемые коллеги. Подскажите мне, пожалуйста, как у нас ситуация со связью. Слышали ли вы меня? Спасибо, спасибо. Все, поняла. Замечательно. Значит, будем начинать. Сегодня у нас очень хорошая тема. Мне она нравится тем, что она не банальная. В основном много говорят о диссертации, о том, как работать с литературой и так далее. А вот отношенческим темам, которые связаны с коммуникациями, в том числе в нем три процесса подготовки к диссертации, достаточно мало внимания уделяется. Мы этот пробел сегодня будем ликвидировать. Итак, давайте для начала, опять же, да, кто был уже на вебинарах, меня знает, кто не был, буквально одна секунда о том, кто я. Я доктор экономических наук, защитила кандидатскую докторскую диссертацию по разным специальностям и по экономике, но специальности разные. И поэтому рассказываю, как это сделать эффективно, с удовольствием. И, в общем, целая серия вебинаров у нас этому посвящена. Что касается сегодняшней темы, давайте посмотрим, что мы успеем разобрать на вебинаре. Во-первых, мы поговорим о том, кто же такой научный руководитель и зачем он нам вообще нужен. есть ли у нас возможность выбирать или нам назначают научного руководителя, какие здесь плюсы и минусы могут быть. Если мы его ищем, то как искать, потому что очень многие участники моих программ, курсов, жалуются на то, что вот у них есть научный руководитель, с которым, ну, никак. Да, вот что с этим делать, сегодня тоже об этом поговорим. Ну и, в общем-то, основы общения с научным руководителем тоже посмотрим. То есть, когда мы говорим, что общение не складывается, очень часто это связано не с нашими межличностными отношениями, а связано с тем, что мы не выстроили эту коммуникацию понятным для обоих образом, и поэтому отношения или общения не такое, которое бы нам хотелось. Поэтому вот эти все вопросы сегодня мы рассмотрим. Я надеюсь, что вы мне позадаете вопросы, и мы какие-то из ваших вопросов или проблем постараемся решить. А для начала давайте вот начнем с маленького короткого опроса. Есть ли у вас научный руководитель на текущий день? То есть, чтобы я понимала, вообще актуальность темы для тех, кто сегодня присутствует на встрече. Да, если он у вас есть, минус или нет, если у вас всего нет. Если у нас присутствуют сами научные руководители, то поставьте, пожалуйста, просто, я не знаю, пятерочку, например, что вы никого и не ищете, вы сами им являетесь. Хорошо? Елена Андреевна, очень рада вас видеть. Василий Васильевич, у нас еще есть научный руководитель. Татьяна Ивановна, замечательно. Друзья, очень рада, что у нас присутствуют и те, у кого есть научные руководители, и те, у кого нет. И очень ценно, что есть люди, те, которые ищут. То есть, они понимают, что этот процесс возможен, и они ищут. Попробуем сегодня сделать так, чтобы наша встреча была полезна для всех, в том числе даже для научных руководителей, чтобы они... Кстати, друзья, вот он, научный руководитель, у нас, я вас просто приглашаю в чат для добавления или там для каких-то дополнительных комментариев, помогите мне разъяснить остальным присутствующим, зачем же дан научный руководитель, что от него стоит ожидать. Итак, замечательно. Давайте будем продвигаться. А вообще, нужен ли он нам? Да, вот некоторые люди, у которых научного руководителя нет, они говорят, а зачем он мне вообще нужен? Ну, на самом деле, вопрос, требующий ответа, на самом деле, если вы имеете официальный статус аспиранта или докторанта, то научный руководитель или научный консультант у вас должны быть. То есть, это, что называется, не вопрос вашего выбора, это ситуация, которая предопределена правилами, и когда вы получаете этот официальный статус, научный руководитель вам определяется. То есть, здесь мы вообще даже не рассуждаем, нужен, не нужен, на этот вопрос чуть позже ответим по отношению к тем, кто имеет официальный статус, но он у вас уже есть по определению. Если статус не определен, то есть, что это значит? Возможно, я работаю на диссертации, возможно, я даже с кем-то консультируюсь, но сама я не являюсь ни аспирантом, ни докторантом, да, я просто такой вольный исследователь, который еще не определился с тем, куда двигаться, что делать, насколько быстро, долго я буду идти этот путь, и я еще не знаю, надо мне вообще знакомиться со своим научным руководителем, искать его где-то, или прикрепляться в аспирантуру, в докторантуру, чтобы мне его назначили. То есть, я еще пока не определившаяся, да, вот если у вас такой статус, то возможно, пока и не нужен. Пока присмотритесь, поищите, попробуйте самостоятельно подвигаться на этом пути, да, то есть получить какой-то опыт самостоятельного продвижения. Еще один очень важный фактор, который влияет на то, как мы ответим на вопрос, нужен ли вам научный руководитель, это опыт вашей исследовательской деятельности. Безусловно, если вы опытный в этом смысле человек, если вы понимаете свою тему, вы изучали ее, у вас есть наработки по ней, и, в общем-то, вам она понятна, интересна, увлекательна, и вы способны сами проводить исследования, работать с текстами, с научными и так далее, то, возможно, на какой-то промежуток времени вам научный руководитель и не потребуется. То есть, если вы способны какой-то задел сделать самостоятельно, ну и прекрасно, и, в общем, можно этим вопросом тогда не озадачиваться. Потому что, опять же, некоторые исследователи говорят, я пока не хочу контактировать с другим человеком, чтобы он меня не сбил с моего представления об этой теме. Этот вариант тоже возможен, и поэтому, может быть, целесообразно пока повариться вот так вот в своем каком-то соку, подумать, что и как, поделать то, что вы хотели, поэкспериментировать, подбирать методы, пописать статьи, да, и уже потом, что называется, созреть до контакта уже с тем человеком, который пойдет с вами дальше. Ну, и еще один важный критерий, который тоже позволяет ответить на вопрос, нужен или не нужен вам научный руководитель, это этап вашего пути. Если вы еще не определившись, да, вы просто решили, что все, я буду писать диссертацию, я беру себе такую тему, она мне интересна, или она мне нужна, или еще по каким-то причинам ее беру, и, соответственно, я работаю вот в этом ключе, и я только-только начинаю, например, вот этот путь. Возможно, мне тоже пока научный руководитель не нужен. Почему? Потому что мне пока не о чем с ним говорить. Я еще только-только, я еще, возможно, буду искать себя, тему, то, как я это буду делать и так далее. С другой стороны, для других людей мы все разные, и поэтому ответ на этот вопрос, нужен мне научный руководитель или нет, он для всех будет разный. А некоторые люди, которые стоят в самой начальной точке вот этого пути, наоборот, очень нуждаются в том, чтобы рядом был человек более опытный, более понимающий ту дорогу, по которой придется пойти, те виды деятельности, которые придется вести и так далее, и который вовремя может что-то подсказать. И тогда этот человек, который вроде бы тоже на старте этого пути, отвечает, что мне научный руководитель нужен, и у меня не получится без него. Если же мы, чем ближе, точнее говоря, мы находимся к финишу, тем больше возникает необходимость в научном руководителе, ну, потому что вы без научного руководителя в принципе не закончите этот путь, это раз. Второе, то есть по работе должен быть научный руководитель или для докторской научный консультант. поэтому здесь ясно, что и вопросов у вас больше будет возникать, и технических каких-то сложностей, которые не всегда вы сможете самостоятельно решить. Поэтому, естественно, когда мы финишируем или, скажем так, вторая часть пути, здесь поддержка нужна не только такая, знаете, интеллектуальная, когда вас поддержат какими-то идеями, формулировками или еще чем-то, но и чисто техническая, да, такая, в которой вы сами, как бы вы хорошо не были подготовлены, вы просто некоторые вопросы неуполномоченно решали. Поэтому вот ответ на этот вопрос таков, но в любом случае, как бы вы сейчас на этот вопрос себе не ответили, однозначно, рано или поздно научный руководитель будет вам нужен. Поэтому нам надо понять, кто он такой, зачем он и так далее. Значит, что касается вопроса, кто он такой. Вопрос, может быть, звучит очень смешно, что, ну, как бы, ну, как кто, ну, это понятно, очевидно, как божий день, зачем мы об этом будем говорить. Я хочу ответить на этот вопрос не с нашей с вами позиции, да, не то, как мы себе это представляем, кто он такой, а с позиции ВАГ. Как ВАГ представляет, кто такой научный руководитель. потому что нормативные документы, которые регламентируют деятельность членов диссертационного совета, аспирантов, то есть всех участников этого процесса, если вы внимательно покопаетесь в них, то вы найдете в том числе и представление о том, кто такой научный руководитель, каковы его, каковы к нему требования. И поэтому давайте посмотрим, чтобы когда вы, если вы надумаете его искать, если вы не будете в ситуации, когда вам его просто назначили, да, вы возьмете все в свои руки, чтобы вы понимали, кого вам надо искать, да, кто он такой-то, кого вам нужно искать. Итак, первый научный руководитель должен иметь ученую степень. Это обязательно, никаких тут не может быть отклонений. Если это суперуважаемый человек, у него там много публикаций, он мегаисследователь, но у него нет ученой степени, к сожалению, через ВАГ такая работа не пройдет, поэтому рисковать не нужно на себе. И, соответственно, выбираем с пониманием. Если вы пишете кандидатскую диссертацию, то человек, который будет вас сопровождать в вашем пути, называется научный руководитель. И этим человеком может быть лицо, которое имеет степень или кандидата, или доктора наук, естественно, соответствующую той отрасли, которую вы защищаете. Что касается докторантов, тех, кто пишет докторскую диссертацию, то считается, что вы уже вообще готовы самостоятельный исследователь, какой-то руководитель, вам не нужен руководитель, но вам нужен партнер, такой по вашему пути, который будет называться научным консультантом. И в данном случае, естественно, статус вашей работы обязывает, что этот человек должен быть только такого же статуса. То есть он не может быть кандидатом, это только доктор наук. Опять же, это устанавливает, вот все, что мы сейчас с вами говорим, мы говорим о тех требованиях и тех диссертационных советах, и тех отделах аспирантуры, то есть вот о том сегменте научной сферы, которую регламентирует ВАГ. Мы с вами уже говорили о том, что у нас есть теперь несколько другой, другая область, это вузы, которые имеют право сами присуждать ученую степень, и здесь поле их свободы очень высокое, и поэтому какие-то вещи они могут регламентировать самостоятельно, и если там будут какие-то, то есть опять проговорю важный момент, эти требования не могут быть меньше, они могут быть больше, соответственно, если вы относитесь вот к этим вузам, то там нужно посмотреть дополнительную информацию, для того, чтобы вы не потерялись в этих требованиях. Второе важнейшее условие, этот человек должен осуществлять научно-исследовательскую деятельность по профилю подготовки, то есть не может быть такого, что у вас научный руководитель доктор, но он доктор философских наук, а вы пишете, например, по экономике или по праву, допустим, да, то есть профиль должен быть одинаковый. Кроме того, у научного руководителя в обязательном порядке должны быть публикации. Кроме того, сейчас требования достаточно, ну вот для официальных оппонентов, так они вообще очень жестко прописаны, поэтому можно предполагать, что и по научным руководителям сейчас будет более такое, конкретизация, хотя бы даже назовем не ужесточение, а конкретизация требований, да, то есть публикации абсолютно точно должны быть, желательно, чтобы они были по теме, которая близка к вашей теме, чтобы было понятно, что он не просто так ваш научный руководитель, он изучает, исследует эту тему. Поэтому у вас чисто исследовательское пересечение должно быть. Здесь еще очень важный момент, обращайте внимание на публикации за последние пять лет. Когда вы будете защищаться, вы будете подавать данные по поводу вашего научного руководителя или научного консультанта, и, соответственно, вот эти вот публикации, они будут нужны, они должны быть, да, то есть может быть человек изучал вашу сферу там 20 лет назад, это может быть уже не актуально. Следующее требование, которое предъявляет ВАК к научному руководителю, это человек, который апробирует свои исследования. Апробировать можно по-разному, но в частности, как минимум, ВАК говорит о том, что апробация должна быть на научных конференциях. Речь идет именно о выступлениях, а не о том, что человек участвует заочно в каких-то мероприятиях. Именно выступление классно, если это выступление на пленарных заседаниях, допускается, если это выступление в рамках работы секции. То есть в любом случае человек в тренде, он находится вот в этой научной тусовке, если так можно сказать, да, и хорошо, если ко всему прочему у него есть участие в каких-то грантах, может быть, у него какие-то изобретения, патенты и так далее. То есть вот эти характеристики, они важны для того, чтобы ВАК в том числе понимал, что этот человек не случайный. То есть научный руководитель – это не просто любой ученый, который есть там на кафедре. Ну и еще очень важная вещь, о которой не всегда, ну просто сходу о ней можно не подумать. Речь идет о том, что специальность, по которой имеет ученую степень ваш научный руководитель, должна совпадать с той специальностью, по которой у вас будет защита. Естественно, если вам научный руководитель назначен при поступлении в аспирантуру, понятно, что там все проверили и так далее. А вот если вы будете искать человека, чтобы вы здесь четко понимали, кого конкретно вы ищете, кто ваш научный руководитель может быть, да, здесь очень важно понимать, что специальность защиты этого человека должна совпадать с вашей специальностью. Я буквально короткую историю рассказываю о себе. В нашем институте работала аспирантура по специальности 08001 экономическая теория. И в какой-то момент времени, когда у меня две мои дипломницы защитились, они решили продолжить свою научно-исследовательскую деятельность. Почему говорю, что продолжить? Потому что у нас был очень мощный блок студенческого научного общества, и девочки очень сильные. Одна из них в 2010 году вообще попала в десятку лучших студентов-экономистов России, да, и получила стипендию Егора Гайдара, которую правительственную стипендию. Она решила продолжить свое исследование, еще одна девушка. Ну и учитывая, что мы с ними долгое время общались в рамках деятельности студенческого научного общества, они попросили, чтобы я была их научным руководителем. Я говорю, не без проблем, конечно, с удовольствием, с радостью помогу вам и так далее. То есть мы предварительно проговорили, или они поехали подавать, то есть я работала в филиале, они поехали подавать документы в головной вуз. Приезжают, все, значит, у них документы принимают, и руководитель нашего отдела аспирантура говорит, нет, Наталья Модестовна не может быть вашим научным руководителем. Как не может быть? Ну, вроде бы экономист, экономист и так далее. Потому что у нее защита по региональной экономике, то есть по 0,8, 2, 0, 0, 0, 5, а у нас аспирантура по 0,1 специальности. Девушки расстроились, приехали обратно, говорят, все, ничего невозможно сделать, такие требования и так далее. Ну, на их счастье, я по 0,1 специальности защищала кандидатскую, а по 0,5 защищала докторскую, и поэтому, когда мы с отделом аспирантуры выяснили этот вопрос, проблем не возникло. Смотрите, в чем дело. У нас отдел аспирантуры сработал очень качественно. То есть люди, принимая документы, обратили внимание на шифры специальностей у научного руководителя и у потенциального аспиранта, который к нему пойдет. Если вы сами ищете научного руководителя, вы должны на это обратить внимание. Это очень важное требование, на которое оно такое небанальное, оно не на поверхности лежит. Вот это принципиальные вещи. Что касается количества, да, на самом деле привычным является, что научный руководитель у нас один или научный консультант, но бывают другие ситуации. Первая ситуация – это когда у вас работа, которую вы пишете по двум специальностям. Поставьте, пожалуйста, плюсик в чате, друзья, кто пишет у нас работу по двум специальностям, есть ли у нас такие участники. Если есть, я чуть подробнее об этом расскажу, об этой ситуации. Если не есть, то мы пойдем дальше. Ага, Евгения Андреевна у нас пишет. Еще, может быть, кто-то есть? Смотрите, это ситуация, когда работа пограничная или специально так построена, что она покрывает два паспорта, то есть такая вот смежная тематика. На самом деле, Евгения Андреевна, она такой подвиг совершает, потому что если бы вы у меня спросили, а стоит ли писать по двум специальностям, я бы вам сказала категорически нет. Ну, с точки зрения моего совета, понятно, что решение принимаете вы, да? Почему нет? Потому что, во-первых, у вас будут два научных руководителя, во-вторых, у вас будут самые неприятные, у вас будут два эксперта в ВАКе. То есть вашу диссертацию оценивать и определять, насколько она, в кавычках говоря, хорошая или плохая, да? Будут два разных человека. Они будут ее смотреть под разным углом зрения, потому что один будет смотреть, насколько она хороша для одной специальности, второй, насколько она хороша для другой. И поэтому здесь обычно возникает больше сложностей, больше трудностей, чем на обычном пути. Поэтому если это, ну, как бы такое, целенаправленное решение, да, это вот прям специальное, осознанное решение, это одно дело. А если у вас случайно получается, что работа по двум специальностям, то приложите все усилия для того, чтобы, как бы, вычленить и направление сделать вот каким-то конкретным, потому что вы намного облегчите себе ситуацию. Вторая ситуация, при которой вы можете общаться с двумя людьми официально, которые у вас есть, это ситуация, когда кроме научного руководителя аспиранту назначают научного консультанта. В данном случае это не то, что научный консультант, докторанта, да, это второй человек, вспомогательная личность, которая помогает и тому, и другому сделать эту работу сильной. Поэтому вот здесь тоже такая ситуация возможна. Не буду останавливаться, при каких она условиях бывает. Если у кого-то будет вопрос, можете написать потом, я на них отвечу. Значит, для чего же нам он нужен-то? Вот определились мы, кто он такой, как по крайней мере к нему ВАК относится. Пожалуйста, Евгения Андреевна, напишите, пожалуйста, это у вас осознанное решение или случайность. Если будет необходимость, в конце презентации будет мой электронный адрес, если у вас есть какие-то вопросы, можете мне написать, я вам отвечу более подробно по вашей ситуации. Комиссия, которая будет принимать в полидисциплинарную дистанцию, должна быть адресована сразу по двум направлениям. Вы какую комиссию имеете в виду, Александр Юрьевич? Чуть конкретнее. Это вы имеете в виду Совет, это вы имеете в виду ВАКовская, это вы имеете в виду, где будет защита. На самом деле, естественно, экспертами, то есть комиссия, которая будет принимать решение, брать или не брать вашу работу, она тоже будет состоять из людей, которые будут ее проверять и по этой специальности. Поэтому вообще на каждом шаге, который вы будете делать, считайте, что у вас происходит усложнение процесса. Поэтому я бы не рекомендовала. Для чего нам нужен научный руководитель? Давайте, друзья, еще раз вернемся в чат и набросайте мне, пожалуйста, идей, как вы думаете, зачем он нам вообще нужен. Вот значение этого человека, который столько времени будет находиться рядом с вами. Наше представление. Давайте пока наше представление набросаем. Особенно я прошу включиться в работу аспирантов, потому что докторанты, наверное, в большей степени уже знают, как и что. Проводник направляет, конкретизирует, наставляет, помогает писать, направлять, исправлять ошибки. Александр Юрьевич, иногда так тоже бывает, что это и формальность, помогать, показать, какое поле непаханное. Алексей Михайлович, если он покажет вам, какое непаханное поле, он может вас напугать, да? Он, наверное, может помочь с методологией, общей концепцией, здорово, доводит до защиты, формальность. Смотрите, то есть у нас на самом деле хорошие идеи, мы видим с вами разные абсолютно плоскости, которые могут возникнуть при соприкосновении, при общении с этим человеком. Да, и направляет, и помогает, и там для кого-то это формальность, некоторые люди вообще не видят своего научного руководителя, поэтому у кого-то прям сотворчество, ну, то есть это, что называется, как повезет. Наша задача с вами сегодня, по крайней мере, немножечко приблизить то, зачем он действительно нужен, к тому, что мы ожидаем от человека. Очень часто бывает недовольство научным руководителям возникает не потому, что он плохой, а потому что наше представление не совпадает с тем, что, то есть наше ожидание не совпадает с реальностью. Ведь часто бывает именно так. научный руководитель 90% успеха. О, Елена Валерьевна, это как-то многовато, мне кажется. Он же ведь не маг и волшебник, да, он только попутчик на вашем пути, надо же еще работу-то написать, он же это делать, наверное, не будет. Важно, чтобы руководитель был в курсе, пока пишется, где-то может защитить руководство, выбрать консультацию. Евгения Юрьевна просто прекрасно вообще вот в комментарии написали по поводу того, что отслеживать, мониторить, да, ситуацию с тем, что сейчас происходит внутри вашей исследовательской темы, на самом деле, но это мы берем какого-то суперидеального руководителя, который это будет делать. На самом деле, это вы можете делать самостоятельно, абсолютно параллельно написанию, да, потому что вы все равно будете изучать те труды, которые только что защищались или там готовятся к защите, благо они уже есть на сайте, и мы можем посмотреть, что там в ближайшей перспективе у нас происходит, да, поэтому здесь не уверена, что этим будет заниматься научный руководитель, хотя, конечно, здорово, если будет. Итак, давайте посмотрим. Я тут немножечко вспомнила, фразу, которую услышала однажды, да, по поводу того, что кандидатские диссертации пишут доктора, а докторские кандидаты. Это действительно в какой-то степени правда, почему? Потому что, когда пишется кандидатская диссертация, очень большая доля участия в этом есть руководителя, то есть доктора наук чаще всего, да, почему? Потому что исследователь, он еще только начинает свой путь, и поэтому ему нужна помощь, ему нужна какая-то поддержка, участие еще одного человека. А уже когда человек пишет докторскую, он сам является кандидатом наук, чаще всего он ее пишет уже абсолютно осознанно, абсолютно по собственному решению, и консультант действительно является только консультантом, то есть человеком, с которым можно посоветоваться, какой-то такой спорный момент решить, да, и то из серии, а как лучше, то есть не всегда обязательно следовать прям даже этому совету, да, то есть тут уровень самостоятельности очень высокий. Что касается того, что же он должен, а что же не должен. Вот, друзья, кто у нас научные руководители, отзовитесь, пожалуйста, в чате, если я что-то еще на слайд не вынесла, пожалуйста, дополните меня, я в данном случае не претендую на, там, вообще стопроцентную полноту, да, но тем не менее, хотелось бы вот прям важные такие моменты проговорить. То есть на самом деле научный руководитель это такой проводник, это человек, который сопровождает вас, это не, по большому счету, это не делатель. В этих отношениях делателем является аспирант или докторант, то есть человек, который делает то, что они решили с научным руководителем или консультантом. И когда многие обижаются, что вот почему он вот это не делает, вот это не делает, ну, вероятно, вы ждете больше, чем нужно. Давайте коротенько по этим видам пробежимся деятельности. Сразу, почему я написала в кавычках должен, не должен. Потому что вообще долженствование, то есть что он должен делать, прописывается в нормативных документах того вуза или научного учреждения, где вы обучаетесь в аспирантуре или в докторантуре. И в данном случае я описываю те виды деятельности, которые были бы а, логичны, б, желательны. То есть они реально бы помогали для продвижения человека, который еще не имеет такого опыта, как научный руководитель. Как помогать? Вот очень часто мы начинаем с того, что научный руководитель мне должен для того, чтобы помогать. В чем он вам должен помогать? Он однозначно не должен ничего писать или делать за вас. То есть это не входит в его вообще обязанности и не предполагается, как он может вам помочь. Ну, во-первых, он может вас сориентировать с литературой. Когда вы начинаете изучать какую-то тему и еще не углубились в нее, вот вам, может, ее дали, эту тему, может быть, вы определили ее, выбрали, но вы еще не очень-то в ней, понимаете? Очень здорово, если ваш научный руководитель вам даст какие-то подсказки. Причем в каком смысле он вам может подсказать? Он вам может сказать, слушай, прочитай сначала учебную литературу, потом, например, статьи, потом монографию. Или он вам скажет, нет, вообще ерунда, учебники ни в коем случае не читай. Начиная со статей, там, посмотри монографии, посмотри журналы. То есть он вас ориентирует, как вам быстрее погрузиться в тему. Вот с точки зрения изучения литературных источников, какие важнее, какие менее важнее. Кроме того, если этот человек, специалист вашей темы, он может вам назвать авторов, которые еще больше облегчив вам работу, авторов, которые являются авторитетными в вашей исследовательской теме. Это тоже здорово, это облегчает вам, в этом есть помощь. Кроме того, он может вам вообще дать литературу, например, может быть, у него есть свои какие-то наработки по вашей теме, может быть, у него есть какая-то статистика по вашей теме, он набирает, работает раз в этой же, например, исследовательской зоне, может в этом вам помочь. Вот в этом состоит его помощь. Второй момент, в чем он может вам помочь, это в структурировании работы. Что это значит? Особенно если человек уже готовил аспирантов, докторантов, он знает о структуре диссертации, какая лучше 3-5 глав, сколько там будет пунктов, сколько там чего, как правильно структурировать, где там разместить теорию, где методологию, где методику, где эмпирику, где что. То есть, если вам еще пока это непонятно, ваш научный руководитель может в этом вам помочь разобраться. Да, здесь может эта ситуация возникнуть тогда, когда вы, например, план будете обсуждать и утверждать с ним. Может быть, тогда, когда вы уже текст начнете писать, и он вам скажет, нет, давай-ка переструктурируем работу, давай сделаем акцент вот здесь или вот здесь. Третий момент помощи может состоять в том, что человек поможет вам с идеями и элементами новизны. Вот вообще-то ожидать, что прям вот вы приходите на встречу с научным руководителем, а он вам прям генерирует эти идеи, вам их выпуливает, вы их берете и потом там используете, тоже не стоит. По нескольким причинам. Первая, самая главная причина. Автором диссертации будете являться вы. То есть понятно, что вы будете обсуждать какую-то сущностные вот эти проблемы содержания диссертации, суть исследования, его результаты, как это подает, как сформулировать новизну и так далее. Это все вы будете обсуждать. Но в итоге автором этого научного произведения будете вы. Поэтому ответственность и как бы вот доля, вот понимания того, что это и ваши идеи должны быть. Не надо ждать, что вы придете к научному руководителю, он вам расскажет, где будет новизна. Ищите ее, да, пытайтесь ее сформулировать, если получается на старте, то есть прикинуть, что может быть новизной внутри вашей исследовательской темы. Или уже по ходу дела ее вот нащупывать, что называется, да, высматривать, а где же у меня новизна, что я такого вот в сравнении с другими исследователями добавил или сказал нового. Вот, то есть вот здесь вот такая работа. Естественно, вы будете научному руководителю отправлять свой текст, независимо от статьи, там или монографии, например, для докторантов, или вы будете отправлять текст диссертации. То есть это человек первый, который будет вычитывать ваш текст после вас. Здесь что важно, многие говорят, ну, не многие, иногда я слышу такие жалобы, что человек говорит, мой научный руководитель текст не читает. Здесь несколько есть, ну, как бы не проблем, а таких моментов, на которые нужно обратить внимание. Во-первых, вы, прежде чем отправить текст научному руководителю, мы должны уважать человека и себя, потому что мы тем текстом, который мы отправляем, показываем себя прежде всего, вы должны его вычитать. Если этот текст представляет собой набор несвязанных кусков, если этот текст безграмотный, если там много ошибок, если он не оформлен, если он в нечитаемом виде, если он там еще какой-то, то человек его может не читать, потому что это просто неприятно. Ну, то есть как бы он воспринимает это, что вы его не уважаете. Второй момент. Бывают ситуации, при которых ваш научный руководитель вам говорит, «ты высылай мне текст», но вычитывать вот прямо содержательно я буду тогда, когда это будет большой объем. То есть когда вы ему высылаете текст небольшими кусками, это для него просто сигнал, что вы работаете, что у вас есть какое-то увеличение материала. Но он не вычитывает текст для того, чтобы потом, когда этот текст уже приобретет какой-то достаточный объем, понять ваше видение и его откорректировать. Потому что часто бывает, ну, бессмысленным корректировать по 10 страниц. Непонятно, куда вы идете, что вы хотите этим показать, есть ли там связь какая-то и так далее. То есть вот этот момент тоже нужно учитывать. Для того, чтобы не разочаровываться, что он вам не читает, тоже нужно заранее на берегу желательно это обговорить. То есть какая у вас стратегия? Вы пишете и высылаете, независимо от того, что прочитали вам, не прочитали, выслали с комментариями, не выслали, или вы ждете от... Друзья, я вернулась. Я прошу прощения, что-то со связью. Как звук? Звук нормальный сейчас? Можно продолжать? Спасибо огромное. Итак, смотрите, то есть по этому поводу нужно обязательно договориться. Во-первых, научный руководитель будет понимать, что вы его не ждете. Он посмотрел, он для себя галочку поставил, что вы... все у вас в порядке. И дальше... Наталья Ивановна, нет звука и нет видео. Сейчас тоже нет звука и нет видео? А, уже есть. Все нормально. Спасибо. Вот. Ну и, естественно, поддержка, мотивация, это тоже помощь. Это замечательно, если ваш научный руководитель способен вас поддержать словесно, что-то вам такое сказать, доброе, мотивирующее, чтобы вы как-то пободрее продолжили свой путь. Но не нужно ждать, что человек прям вот займется вашей мотивацией, как ежедневный деятельность, что он вам там будет какие-то мотивационные картинки слать, или там звонить, или еще что-то. Нет. Здорово, даже когда вы после общения с научным руководителем или консультантом получаете какой-то заряд веры в себя, позитива, уверенности, что вы в правильном направлении движетесь, вот это и есть та мотивация, на которую стоит рассчитывать. На большее рассчитывать не нужно, потому что вы не единственный проект, который есть в жизни этого человека. Второе, чем занимается хороший научный руководитель, он направляет. Что значит направлять? Дело все в том, что начинающий исследователь может не знать, что первично, что вторично. И вот, например, в вопросах, а что мне сначала писать в публикации или мне писать текст диссертации, например, или, допустим, а в моей теме мне сначала нужно исследование провести или мне сначала теорию лучше изучить, да? Это не такого ответа вот прямо одного на все случаи жизни. Это все очень индивидуально и здорово, если вот человек, который находится с вами, он это понимает, особенность именно вашего пути и направляет вас в этом смысле. Он вам говорит, так, подожди, с текстом диссертации мы пока не работаем, вот ты кусочек исследования сделал, давай подготовим по этому поводу публикацию. И вы тем самым не теряетесь в том, что вам делать, а что не делать. И очень классно, если у вас складываются отношения таким образом, что он вам показывает, куда двигаться в теме. Что это значит? Вот когда вы сформулировали замысел диссертации, то есть о чем она будет, какую научную задачу или проблему она будет решать, и иногда вот вы там теорию почитали, поизучали, и вы не видите, куда вам двигаться. У вас иногда бывает такое ощущение, что вообще как будто вот уже тема вся изучена. Поставьте мне, пожалуйста, троечку в чат, те, кто сталкивались с этой ситуацией. Когда вот вы погрузились в литературу, прочитали чужие исследования, посмотрели статьи, посмотрели, может быть, диссертации, и у вас вдруг возникло ощущение, что что же я в этой теме буду делать, уже все исследовано. И вот в этой ситуации, Елена Александровна, смелее, смелее, друзья, никого посторонних нет, мы все тут близкие, родные, да? Алина Валерьевна, Олег Яковлевич, Ольга Викторовна. Вот смотрите, то есть, да, на самом деле бывает такое, когда мы вдруг теряемся. И вот в этот момент очень здорово, когда есть человек, который вам говорит, ничего страшного, да, они предложили методику, так мы-то с тобой совершенно другую методику предлагаем, потому что у нас аспект исследования другой. Да, они провели эту типологию, а мы-то с тобой делаем совсем по-другому, потому-то вот так-то, вот так-то, вот так-то. С одной стороны, он вас успокаивает, с другой стороны, он вам помогает сориентироваться, куда конкретно двинуться правильно в вашей теме. Это очень здорово, если это есть. Консультирование. Вообще, в некоторых вузах есть время, когда научный руководитель находится в высшем учебном заведении, он доступен для консультации именно аспирантов и докторантов, которые у него есть. Это отлично, если такая возможность у вас есть, с какой-то регулярностью встречаться, но это не всегда так. И в каком смысле, в каком аспекте мы можем надеяться на консультирование со стороны научного руководителя? Ну, во-первых, сориентироваться в теме. Сориентироваться в теме, это вот на первоначальном моменте человек вам может подать некое первоначальное представление о том, а как бы он рассмотрел эту тему, какой аспект темы он бы поставил во главу диссертационной работы. Может быть, финансовый, может быть, нормативный, может быть, институциональный, может быть, эмпирический, вот прям надо заточить на практику, например, может, исторический, может быть, еще что-то. То есть, у него может быть свое видение, и он во время какой-то первоначальной консультации может вам это видение озвучить, как бы первоначально эту тему немножечко для вас подраскрыть. Такого не всегда бывает. Бывает, что человек не настолько глубоко погружен в вашу тему, и сразу ему самому сориентироваться сложно. Поэтому это, что называется, из серии «Классно, если вам так повезет». Второй момент – это поведать свои технические какие-то методы, приемы, фишки, которые он использовал в своей работе или в работе с другими диссертантами. То, что сработало, то, что показало результаты. На самом деле, тоже, по идее, научный руководитель не должен, не обязан вот прям вот эти вот вещи вам рассказывать. Почему? Потому что в рамках… Считается, что раз вы пошли в аспирантуру или уж тем более в докторантуру, вы в принципе представляете, как это делать. И иногда говорят, вот я приходил, например, поговорил с научным руководителем, он мне говорит, ну все, иди там пиши вторую главу или там уйди проводи исследование. Я домой прихожу и думаю, и как мне это делать? А вот он мне на этот вопрос не ответил. У меня все время сразу встречный вопрос, а вы спросили? То есть вы задали вопрос, а как мне это сделать? То есть мы очень часто ожидаем от научного руководителя каких-то магических подсказок, знаний, сопровождения, помощи или еще что-то, а очень часто иногда сами либо забываем, либо стесняемся задавать вопросы. Поэтому, если у вас вопрос, как, как это сделать, как это сделать, мучает, вы хотя бы периодически задавайте это научному руководителю, чтобы он понимал, что в каких-то моментах вы еще не разобрались. Потому что, ну вот представьте такое сравнение с вождением автомобиля, да, ваш научный руководитель это профи, вот он садится за руль, условно говоря, да, и он вообще не думает, где у него там кнопочки, на что ему нужно обращать внимание, на какие датчики и так далее. Он в научной сфере вот как ас за рулем, да, то есть ему все понятно, у него нет вопросов, как это делать, у него все на автопилоте происходит. И когда вы приходите, у многих научных руководителей к вам почти аналогичные отношения. То есть они думают, что вы точно так же классно уже это умеете делать. И очень часто, особенно если научный руководитель давно этим занимается, и для него это уже все очевидные вещи. Поэтому, если вы не будете задавать вопросов, он так и будет думать, что вы все знаете. Поэтому в данном случае вот на консультации, для того, чтобы вас проконсультировали, надо задать правильные вопросы и вообще задать их. Тогда можно получить ответ. Может быть, научный руководитель скажет, «Слушай, ну да ты аспирант, у вас же была методика подготовки диссертационного исследования, ты вообще должен же понимать, как это делать». Иногда такой подход бывает. Но если непонятно, приходите на курс, расскажу, чтобы вы не мучили своего научного руководителя этими вопросами. Иногда просто научные руководители считают эти вопросы детскими, простыми. Не каждый решается своему статусному научному руководителю такие вопросы задавать. Что касается управления, смотрите, он научный руководитель, то есть он управленец в вашей паре. Его задача, опять же, не делать, а организовать этот процесс так, чтобы он был успешным, результативным. Естественно, он будет вам давать задания, что делать, и устанавливать сроки, до какого времени это лучше сделать. Бывает, что научный руководитель еще вас и контролирует, то есть если вы, допустим, к этому сроку не сделали, он может сказать, слушай, так уже сроки-то все выше, давай-ка поскорее, давай-ка поживее и так далее. Некоторые не контролируют, сейчас мы к этому подойдем, почему. Поэтому вот это вот важно, потому что, опять же, чтобы достичь результата, нужно двигаться с определенным ритмом, с определенным темпом, иначе могут быть такие длительные паузы в вашей работе, они отдаляют вас от цели, не просто потому, что это пауза, а потому что вы выпадаете из темы. И когда эта пауза заканчивается, и вы начинаете работать там над текстом, над публикацией или над самим исследованием, у вас такое ощущение, как будто все снова с чистого листа возникает. Поэтому, конечно, здорово, если ваш руководитель держит вас в ситуации необходимости укладываться в определенные сроки. Что касается защищать. Условно, конечно, я говорю, что он вас будет защищать, но с другой стороны, он должен, классный руководитель понимает, что вы команда. И поэтому он ваши интересы представляет. В том числе, он ищет, например, диссертационный совет, который мощный, мощный, в котором адекватный, члены диссертационного совета настроены на конструктив. Да, даже если это будет критика, то она будет конструктивная, а не просто закидали помидорами и сказали, что плохо. Вот, то есть, вот какие-то вещи, он воспринимает их как свои, частично. Вот, тогда это замечательно. Ну, и, естественно, защищать он будет вас в том смысле, когда какие-то вопросы, которые необходимо решить, они выходят за рамки вашей компетенции, как аспиранта или докторанта, то есть, вы не можете на них повлиять. Например, вам нужно утвердить тему вашей диссертации на заседании кафедры там, и, соответственно, допустим, ваша тема наталкивается на какие-то, на непонимания, на какую-либо еще что-то. Если вы с научным руководителем эту тему уже определили, чаще всего не вы будете защищать эту тему, чаще всего формулировку темы, аспекты этой темы, которые вы будете рассматривать, будет защищать научный руководитель, потому что, ну, из серии он лучше знает, он старше, он солиднее, поэтому он возьмет это на себя. То же самое, что касается сроков. То есть, если у вас есть какие-то проблемы, проблемы с выполнением сроков, часто бывает, что вы не сможете сами решить этот вопрос, и здесь подключается научный руководитель. Определение диссертационного совета. Да, вы можете сами поискать диссертационный совет, но решать, он это будет или нет, диссертационный совет, естественно, нужно совместно. То есть, любой вопрос, который вы не возьмете, допустим, те же официальные оппоненты, да, понятно, их назначает диссертационный совет, но если у него, в его академических контактах есть люди, которые занимаются вашей темой, он может проговорить с этими людьми, и будет понимание того, что этот официальный оппонент хорошо посмотрит вашу работу, может быть, что-то посоветует по этой работе, может быть, есть возможность заранее с ним пообщаться до того, как ему официально работа будет предложена, да, на прочтение. Это очень здорово. Это вы тоже, скорее всего, сами не сможете сделать, поэтому здесь ценность научного руководителя очень высокая, она, если он это делает, то это, конечно, прекрасно. Еще один момент очень важный, это координация. Очень часто мы проседаем в какой-то деятельности, потому что мы не всегда понимаем, полностью этот путь, да, и вот, например, с кем уже стоит пообщаться? Уже надо как-то на диссертационный совет? Может быть, пойти познакомиться с ученым, секретарем диссертационного совета? Может сходить на защиту в этом диссертационном совете? Может быть, еще что-то сделать, да? Может, пообщаться с теми, кто уже защитился в этом диссертационном совете? Вот это тоже он должен вам подсказать. Ну, не должен, а может, если он это подскажет, это будет здорово. Соориентировать вас в сроках. То есть вы должны представлять вообще, какой у вас путь. Этот путь достаточно жестко регламентирован, есть определенные периоды, которые установлены в АК, и они, да, они как вилка от и до, но вы можете пойти по максимуму, тогда ваш путь будет удлиняться, и вы просто должны представлять, сколько времени может продлиться тот или иной этап. Ну и, естественно, если мы говорим о научном руководителе и аспиранте, как о команде, потому что научному руководителю тоже важно, чтобы вы защитились. Я слышу от многих аспирантов, особенно, когда люди говорят, да он вообще не заинтересован в том, чтобы я защитился. Здесь мне сложно сказать, почему у вас такое создается впечатление. Очень часто на самом деле сейчас обстоят дела совершенно по-другому. Почему? Потому что оплата деятельности научных руководителей поставлена в зависимость от того, как работает аспирант. Если он не выполнил определенные виды деятельности, если он не набрал определенные баллы к аттестационному периоду, то научный руководитель вообще тогда не получит никаких денег за ваше сопровождение. И поэтому хотя бы в этом смысле он заинтересован в том, чтобы у вас продвижение было успешным. Ну и, естественно, для любого научного руководителя здорово, когда у него много людей защитились, когда это все успешно произошло и так далее. Поэтому сложно сказать, что он не заинтересован. Скорее всего, заинтересован, но у вас не очень хорошо выстроены отношения, и поэтому вы этого не чувствуете, или он этого не чувствует на каком-то моменте времени. Что научный руководитель не должен? Но однозначно он не должен писать за вас текст, это ожидать даже не стоит, потому что это абсолютно нереальная вещь. Кроме того, некоторые люди говорят, нет, ну вот я вот там пропал на два месяца, а ведь он мне даже не позвонил и не сказал, что-то пропал. Ну, друзья мои, вообще научную работу, такую серьезную диссертацию пишут взрослые люди, которые понимают, что они отвечают за тот проект, за который они взялись. И поэтому, естественно, о сроках должны помнить вы, а не научный руководитель. Вы можете помнить, но, во-первых, у него может быть несколько аспирантов, декорантов, во-вторых, он же не ваш секретарь напоминает вам о сроках, поэтому здесь это вот ваша ответственность. Точно так же, как искать вас, инициировать общение. Очень часто бывают ситуации, особенно когда научный руководитель назначенная персона, то это примерно выглядит так. Человеку сказали, что у него научный руководитель такой-то, он делает какую-то работу, он чем-то там занимается, он с ним вообще не контактирует, да, потому что он думает, ну вот я пока диссертацию не пишу, что я буду там, о чем я буду разговаривать с человеком. Ну, так тогда и не ожидайте, что научный руководитель будет инициировать это общение за вас. Конечно, здесь вы, активная сторона, вы должны идти навстречу, вы должны инициировать. Быть вашим психологом, что это значит? Некоторые говорят, вот я там думала, что я приду, он мне скажет, да все, у тебя получится, там и так далее и тому подобное. Ну, если скажет, замечательно. А если не скажет, то в принципе, опять же, он не для этого. Это не человек, который должен вас поддержать психологически, вселить вас в веру. Старайтесь вот это все-таки делать, возьмите это себе на заметку, что это мы делаем самостоятельно. Кроме того, очень часто, как бы вот у некоторых людей есть такая необходимость, чтобы их подталкивали, да, вот ставили им дедлайны и говорили, давай, давай, быстрее, быстрее и так далее. Тоже какие-то научные руководители это делают, какие-то нет. Опять же, они это, в общем-то, не должны делать, потому что вы должны понимать, хотя бы для себя определить, я вообще сколько лет собираюсь этому проекту отдать время. Вы, вот вообще на диссертацию надо посмотреть, как на проект какой-то. И, исходя из этого, в этот проект можно оптимизировать без снижения его качества. Просто найти такие точки, где можно сделать что-то более эффективно, быстро, может быть, там с помощью кого-то, когда мы консультируемся больше. Не в смысле, что кто-то за вас сделает, да, а вы просто инициируете какую-то там консультацию, может быть, совместное какое-то действие с кем-то, да. Это очень помогает, в том числе, и, кстати говоря, чтобы не потеряться, вот, с точки зрения веры, с точки зрения мотивации, да. Можно найти просто из домышленников, которые будут рядом с вами находиться, присоединяйтесь к нашей группе в Фейсбуке. Там точно такие же аспиранты, докторанты, как вы, и вы почувствуете, что все нормально, все идут, и я тоже пройду. Ну, и самое, что, как бы, удивительное из претензий к научным руководителям бывает, что люди говорят, что я вот сбросила, например, текст, а уже прошло там 10 дней, а мне человек не ответил. Ну, начнем с того, что человек живет не только в вашей диссертации, да, у него есть какие-то свои планы, свое время. Он не знал, что вы, например, именно сегодня вечером сбросите, это не значит, что он бросился сразу же отвечать. Это нормально, это естественно. Это не значит, что вас игнорируют. Опять же, для того, чтобы вас не напрягало вот это время ожидания, когда вы выстраиваете отношения с человеком, вы просто должны эти вещи проговорить, и тогда они станут для вас более очевидны. Что касается важного вопроса, выбор или назначение. Ну, иногда у нас нет выбора, да, если вы пришли в аспирантуру, вам его просто назначили, и никакого выбора у вас уже не будет. Хотя, хотя и в этом случае тоже есть возможность выбора. Если вы собираетесь пойти в аспирантуру, в докторантуру, вы можете до того, как подать документы, поговорить с теми людьми, с которыми вы хотели видеть их в качестве научных руководителей, и заручиться их какой-то поддержкой, желанием, да, стать вашим научным руководителем. Что касается, опять же, смешного вопроса, да, откуда он берется. Ну, либо его находят за вас и утверждают, находят в соответствии уже с критериями, о которых я говорила раньше. Либо вы находите и договариваетесь на том или ином этапе. Плюсы и минусы. Ну, как всегда, опять нет единого такого подхода идеального, да, что нет, я буду искать, а вот нет, лучше пусть мне назначат. Нужно взвесить те плюсы и минусы, которые есть у того и другого способа, и для себя понять, как мне будет лучше. Если назначили, времени не тратите никакого, у вас конкретика полная, вам сказали, что у вас будет там Иванов Иван Иванович, все. Ну, и, соответственно, вы точно понимаете, что Иванов Иван Иванович вам подходит по тем требованиям, о которых мы говорили раньше. Минусы тоже очевидны, вы его не знаете, не знаете, что от него ожидать, не знаете, как начать с ним общение, как подстроиться под его требования и так далее. Ну, естественно, если вам его уже назначили, вы начали контактировать, и там что-то не сложилось, то поменять такого человека намного сложнее, чем если вы первоначально его сами искали. Что касается вопросов поиска, во-первых, если вы выбираете, то вы все равно примеряете человека под себя, под свою тему. Вы там смотрите на фотографию, там ищите про него какую-то информацию или лично его видите, да, сейчас чуть попозже посмотрим, как можно найти руководителя, да. То есть вы все равно как бы изначально примеряетесь, а мне с таким человеком будет хорошо или не очень. Конечно, стоит учесть те критерии, о которых я сейчас расскажу. И, понимаете, когда вы выбираете человека, это значит, в какой-то момент времени вы к нему подходите и говорите, «Здравствуйте, Владимир Николаевич», вот как у меня было, да, я искала себе научного руководителя по кандидатской диссертации, и я подошла к человеку и задала конкретный вопрос, вы могли бы быть моим научным руководителем? Он сказал, да, почему нет? Вот, то есть уже какой-то заранее совместный выбор получается, то есть и человек вас выбрал, и вы его выбрали, поэтому тут ощущение команды будет больше. Минусов тоже много. Во-первых, непонятно, как быстро вы найдете научного руководителя, потребуется время, и поэтому вы будете в состоянии какой-то неопределенности пребывать, то ли я делаю, не то ли я делаю, то ли мне сначала его искать, а потом начинать работу, то ли мне уж работать, а потом его параллельно искать. То есть вот здесь это есть, конечно. Ну и достаточно сложно, не всегда сходу можно понять, соответствует этот человек вашим тем требованиям, которые предъявляет ВАГ или нет. Это можно все проверить, но сходу это может быть непонятно. Как искать научного руководителя, если вы все-таки решили это делать? На самом деле первое, что я бы точно посоветовала вам сделать, раз уж вы тратите на это время, искать его по определенным критериям. Сейчас я расскажу, на что стоит обратить внимание. Понятно, эти критерии не утверждены, это то, что я вам советую, на что обратить внимание. Во-вторых, конечно, надо собрать информацию о человеке. То есть для того, чтобы сделать выбор, чтобы у вас все-таки было на что опереться при принятии решения. Кроме того, во время вашего первого знакомства, встречи, неважно, это будет письменная встреча или устная, задавайте вопросы. Опять же, когда я искала себе научного руководителя, то есть у меня было три научных руководителя по кандидатской диссертации. Первый научный руководитель мне был назначен, второй научный руководитель мне был посоветован первым из-за моего переезда, и тогда еще все было плохо с интернетом, люди были в возрасте, и поэтому мне пришлось поменять научного руководителя. А третьего руководителя я искала сама. Просто так сложилась ситуация, что у меня был перерыв, я там отчислилась, бросила писать диссертацию, а когда надумала, стала искать нового научного руководителя себе. Соответственно, вы задайте ему вопросы, которые для вас принципиальны. В тот момент, когда я искала себе научного руководителя, я уже так долго мучилась с этой кандидатской, что у меня вообще один-единственный вопрос интересовал, можно ли написать диссертацию за год. И это вообще после приветствий, да, и после обозначения темы разговора, это был первый вопрос, который я задала своему будущему научному руководителю. Он ответил, человек с великолепным чувством юмора, он мне ответил очень просто, Наташа, ну если будешь писать, какие проблемы, конечно, напишешь. Все, и когда вот у меня этот вопрос для меня тогда принципиально не решился, я сказала, все, я с этим человеком пойду куда угодно, я буду делать все, что он мне скажет, для того, чтобы у меня все получилось. И реально у нас все получилось, потому что мы изначально все проговорили заранее. У нас не было никаких повышенных ожиданий по отношению друг к другу, у нас было полное понимание относительно того, кто что от кого ждет, и поэтому все было очень гармонично. Ну и что касается вот вашего выбора, естественно, делайте выбор осознанный. Почему вы этого человека выбираете? Вы его выбираете по личным каким-то, вам просто он понравился, симпатичен, приятен в общении или еще что-то, или по научным каким-то особенностям. Вот здесь тоже очень важно для себя понять, что тут не только человек важен, его очень важен еще и научный статус его. Что касается критериев, но они, может быть, для кого-то очевидны, для кого-то они не очевидны. Первое, на что нужно обратить внимание, это есть ли у этого научного руководителя уже аспиранты, есть ли у него защищен. Сразу опять хочу сказать, это не значит, что если у человека 30 человек защитилось, значит, он изумительный научный руководитель. Да, он доводит до результата, но может быть, у него были очень сильные аспиранты, может быть, они уже приходили там на этапе готовых, то есть там может быть много разных вариантов, почему так. Но в любом случае, если у него такой результат, конечно, понятно, что с этим человеком можно иметь дело. С другой стороны, очень часто бывает, когда, допустим, доктор наук еще молодой, ему нужно получить звание профессора, и он очень заинтересован в том, чтобы к нему пришли, и чтобы довести человека до результата. Тоже с таким можно общаться, хотя у него нет еще, например, опыта, но он сам только что это недавно сделал, он это еще помнит, поэтому здесь тоже очень, может быть, хороший вариант. Второй критерий, очень важный, который мы иногда не учитываем, доступен ли этот человек для аспирантов. Я в данном случае имею в виду его статус социальный, насколько этот человек имеет вообще свободное время для этого. Если это звездная личность, он там ректор или ученый-секретарь или председатель диссертационного совета, или он просто какой-то человек уже статусный, президент вуза какого-то, уже по возрасту имеет этот статус. То есть вы, может, вообще его видеть-то не сможете. Да, классно, конечно, что он такой замечательный, но вам-то от этого не легче. Еще один момент тоже. Нужно поговорить с людьми, которые контактировали с этим человеком. Ведет ли он в защите, то есть сопровождает ли он вас на пути, или он вас подхватывает в самом конце. Положение научного руководителя. В данном случае я имею в виду его научный вес. То есть насколько к нему прислушиваются в научном сообществе. Насколько, допустим, если он член диссертационного совета, насколько его вес в этом диссертационном совете серьезный. То есть это тоже имеет значение. Здорово, если вы поймете, что, допустим, вы почитали его публикации и поняли, что его взгляд и ваш взгляд на вашу исследовательскую проблему с задачей совпадают. Это очень здорово, потому что вам не надо будет никого переубеждать. Вы как бы будете на одной волне. Ну и, естественно, любые люди, которые более приятны в общении, улыбчиво, открыты, коммуникабельны. Понятно, что с такими людьми проще, чем с людьми, которые строгие, закрытые, которые, может быть, агрессивные или критически настроены. Но не всегда это так. Иногда бывает, что человек очень серьезный, он вас, что называется, гоняет, но он вас доведет до результата лучше, чем тот, который вам постоянно улыбается, а толку у вас никакого нет. Кроме того, когда вы подбираете научного руководителя, имеет смысл обратить внимание на ненаучные критерии. Естественно, проще общаться с человеком, которого вы знаете. Ну, он входит в поле ваших академических контактов. У меня, например, научный руководитель, это был человек, с которым мы работали. Мое первое место я работала в УПИ на кафедре экономической теории. И вот мы работали вместе. Да, и поэтому, конечно, мне было просто с этим человеком, потому что я его знала. «Готов к контакту доступен» – это значит, человек готов с вами встречаться, общаться, вообще дает какие-то контакты вам, да, то есть он не говорит «приходи только в институт и никак иначе». Замечательно, если он профи в вашей теме, почему он вам идеи может дать. Если вы знаете, что у него есть публикации по вашей теме, и он разбирается в этой теме, то, конечно, это только плюс. Ну, а два последних фактора – это так, что называется «нолюбителя», но, тем не менее, это тоже имеет значение. Если вы пишете кандидатскую диссертацию, у вас есть выбор между кандидатом и доктором в наук, берите лучше доктора, потому что будет считаться, что положение его более высокое по отношению к научному руководителю к кандидату, хотя это тоже не всегда так, да. Ну, и, естественно, лучше, если этот человек – член диссертационного совета, в котором вы будете защищаться, или, в принципе, член диссертационного совета, то есть у него есть опыт, он постоянно находится на этих защитах, он понимает, как вас провести через этот этап. Это тоже значимо. Где искать? Друзья, еще пять минут, я, как всегда, задерживаю вас, простите, ради бога. Значит, где найти научного руководителя? На самом деле мест масса, когда люди говорят, «Да как я его найду?» «Ну как? Ну где я его найду?» Ну, во-первых, посмотрите на кафедре повнимательнее, на тех людей, которые с вами работают, на этой кафедре, на соседней, то есть вот где-то на профильных кафедрах. Второй момент, если у вас было реальное соавторство, вы вели совместно с кем-то исследование, это может быть ваш соавтор, тут ограничений нет. Кроме того, вы можете посмотреть исследователей, просто можно по интернету найти научного руководителя. У меня на программе есть несколько участников, которые нашли себе научного руководителя именно по интернету. То есть вы проводите просто поиск исследователей, которые занимаются вашей же темой, банально заходите на e-library, задаете запрос по вашей тематике и видите тех авторов, которые занимаются вашей темой. Человек несколько публикаций сделал по вашей теме, значит, вероятно, он ее исследует. Еще один момент, вы можете зайти на сайт Российской государственной библиотеки и посмотреть те, кто защитились недавно по вашей тематике. Это тоже открытая информация, соответственно, к этим людям тоже можно обратиться. И некоторые из них с радостью соглашаются стать научным руководителем. Особенно я сказала, что те, кто защитили докторскую, по какой причине хотят получить профессора, поэтому включаться в этот процесс. Члены диссертационного совета. Если вы уже знаете, в какой вы диссертационный совет планируете, в принципе, или можно поехать с вашей темой, то, естественно, здорово, если вы сможете. Тоже банально, друзья, заходим на сайт диссертационного совета. Там есть состав диссертационного совета. Посмотрите информацию об этих людях в интернете. Сейчас очень много информации. Люди в соцсетях зарегистрированы. Люди какие-то проекты ведут. Насколько вам этот человек интересен? Насколько он ваш человек? Насколько вы с ним на волне находитесь? Кроме того, вот как в моем случае было, когда мне был рекомендован в качестве научного руководителя, другой руководитель, раз я уехала, мне нужно было поменять в том числе и место моего прикрепления, и мне просто рекомендовали. То есть такой вариант тоже возможен. Ну и еще, друзья, смотрите, когда вы выступаете на конференции, когда вы обмениваетесь с пропала связь, нет звука или что? Друзья, если есть звук, поставьте плюсики, пожалуйста. Все ли нормально? Все хорошо, спасибо. То есть когда мы с вами бываем на каких-то научных мероприятиях, я все время говорю о том, что, друзья, ваша задача не просто выступить. Это вообще не задача. Да, надо выступать, но это очень такая легкая тактическая задача. Мы на научных мероприятиях должны заниматься нетворкингом, мы должны знакомиться друг с другом, обмениваться визитками, рассказывать друг другу об исследованиях и так далее. Если вы все это делаете, у вас формируются акмические контакты. И когда вам нужно найти научного руководителя, официального оппонента, ведущую организацию, там людей, которые напишут отзыв на ваш автореферат, у вас нет проблем, потому что вы готовы быть человек, который общается. И это очень важно. Замечательно. Когда мы нашли научного руководителя, что нам с ним делать? Как нам выстроить общение так, чтобы вас не ждало разочарование? Во-первых, сразу же у человека нужно попросить контакт. И вы сразу же увидите. То ли вам телефон дали, то ли электронную почту, то ли сказали приходить на кафедру, например. Вы сразу поймете, насколько человек контактный, насколько он открыт, насколько он готов с вами контактировать в тот или иной момент времени. Время. Если этот человек проживает в другом часовом поясе, вы должны учитывать это обстоятельство, особенно если вы познакомились с ним по интернету. Человек может перемещаться, часто путешествовать или еще что-то. Вы это обстоятельство тоже должны учитывать. Еще один момент. Место. Сразу нужно определиться. То ли вы только по электронной почте общаетесь, то ли вы обязательно должны к нему приходить на какие-то встречи. Если это будут обязательно встречи, то где-нибудь не будут проходить. Еще один важный момент, который мы часто не проговариваем, это поводы для общения. Что это значит? Я вам могу писать только, когда у меня трудности? Или я вам должна сбрасывать любой текст? Или я должна консультироваться только по таким-то вопросам? Или по другим-то вопросам? Это кажется странным, но если вы это не обсудите, вы не будете даже понимать, вам надо банально на проверку статью отправлять? Или человек вообще считает, что вы самостоятельный, он не будет читать вашу статью, он скажет, что вы написали, отправляйте. Я считаю, что это вы самостоятельный исследователь. То есть чтобы у вас это понимание было. Решение этих моментов на берегу и создает ощущение понимания. Еще один момент. Периодичность. Некоторые научные руководители говорят, я каждый понедельник бываю в кабинете вот в таком-то, пожалуйста, приходите. Подразумевается, что вы каждую неделю приходите, или вы раз в месяц приходите, или как. Опять же, чтобы научный руководитель не был вами разочарован, что вы не ходите каждую неделю, или не был удивлен, что вы к нему приходите, надо, не надо, есть у вас о чем поговорить, или нет о чем темы для разговора. Ну и, естественно, сроки. Вот то, о чем я выше говорила, что вот он не обязан срочно у вас читать. Например, я всегда говорю, друзья, у меня огромное количество приходит информации на почту, я просто физически не успеваю отвечать день в день или на следующий день. Это не означает, что я вас игнорирую. Я так и говорю, что если вы мне выслали научный текст, а я его не проверила за неделю, не написала вам ответ за неделю, значит, позвоните мне или напишите мне второе письмо, как бы не стесняйтесь. Я заранее об этом говорю, что вы даже и не ждите через 2-3 дня этого, не будет этого не случиться. Ну и, естественно, вы должны учитывать, что если вы прислали человеку 100 страниц текста, он качественно не вычитает его за 2 дня, потому что у него еще своих куча дел. Поэтому вот эти моменты, они очень важны. Ну и как в любом общении, тут ничего нового, может быть, нет, но это стоит учитывать. Естественно, вежливость и взаимное уважение никто не отменял, даже если человек на вас повышает голос, если он позволяет себе какие-то резкости, вы в ответ не должны этого делать ни в коем случае. Кроме того, старайтесь быть ответственными. Если вы сказали, что вы вышлете к такому-то сроку, высылайте, высылайте. Если не можете выслать, пишите письмо или там смс, как вы договорились общаться опять же. Третий момент. Внимательно слушайте, что вам говорит человек. Очень часто, например, когда я провожу консультации, у меня есть консультации онлайн, люди вообще записывают эту консультацию для того, чтобы ее пересмотреть. Если ваш научный руководитель не запрещает вам записать ваш разговор на диктофон, пожалуйста, записывайте. Вы, может быть, какие-то важности сейчас упустили, не придали им значения, а оказалось, что это очень ценно. Поэтому либо пишите, что вам человек советует. Он не будет вам два-три раза говорить, уважайте время свое и его. Но про этикет, что тут говорить, это очевидно. Я в данном случае имею в виду этикет, связанный со временем общения и с тем, что не надо общаться с научным руководителем по-небратски. То есть вы должны понимать, что это научный руководитель, это не ваш друг, подружка и так далее. Это человек другого статуса, и поэтому это нужно учитывать. Ну и как любой человек, любому человеку приятны знаки внимания. Если вы хотите улучшить отношения, поздравляйте с праздниками, говорите комплименты, будьте внимательны к его каким-то заботам. Вы видите, что человек заболел. Поинтересуйтесь, как он себя чувствует. Может быть, перенесите встречу, может быть, еще что-то. Вообще будьте приятным в общении с человеком, и вы выстроите отношения с любым научным руководителем. И я думаю, что здесь сложности не возникнет. Но бывают все-таки ситуации, когда эти сложности возникают. И вы должны тогда понимать, что это не тюрьма, это не какая-то ситуация, где вы обречены с этим человеком идти по этому пути, независимо ни от чего. Вольны и вы, и он решить эту ситуацию и так, и по-другому. Можно пытаться выстроить все-таки отношения, даже если они не строятся, а можно расстаться. Инициатором этого расставания можете быть и вы, и он. Разные бывают ситуации, поэтому вы имеете право. Это не просто, но вы имеете на это право. Ну и самый последний слайд. Как и в жизни, да, не ищите идеал. И в научном руководителе тоже не надо искать человека, который был бы идеальным во всем. Таких людей просто не бывает. Мы же с вами тоже не идеальны. И поэтому этот научный руководитель будет подстраиваться под вас. Но, естественно, мы должны подстраиваться под него. В этом смысле и будет какая-то гармония. Поэтому я думаю, что здесь вот надо все-таки больше объективно подходить к тому, что да, мы все разные, да, надо просто учиться быть вместе и преодолеть этот путь успешно. Ну что, друзья, я прошу прощения за задержку. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите их. Если они вдруг возникнут позже, на слайде мой электронный адрес, можно написать их туда. Я вам отвечу еще. И точно так же, как я сейчас только говорила про сроки, если вы мне написали, а я вам не ответила сегодня или завтра, это не значит, что я вас игнорирую. Я обязательно отвечу. Просто у меня очень много приходит корреспонденции. Пожалуйста, напишите, полезно, не полезно, понравилось, не понравилось, что было важным, что не важным, а я почитаю вопросы. Допустимо ли внесение права к руководителям в текст работы. Александр Юрьевич, прекрасный вопрос. Правки, конечно, научный руководитель вносит. Он может вообще сказать, нет, это не научная новизна, давай мы соменим, давай сделаем вот так или по-другому. Но вот то, о чем мы говорили, автор этой работы – это вы, и поэтому это ваше право принять это или постараться как-то грамотно, мягко сказать, что у вас свое какое-то мнение, и это мнение продвигать. Потому что, понимаете, вы защищаете диссертацию. Для научного руководителя вы самостоятельный автор. Вы, безусловно, вообще любой научный руководитель грамотный, понимает, что вы автор этого научного исследования. И поэтому, конечно, он иногда хочет что-то подавить на вас, но, скорее всего, он это будет делать только для того, чтобы улучшить. Он же тоже хочет, чтобы у вас все было хорошо. Спасибо, спасибо, очень полезно, очень полезная информация. Я очень рада, друзья, что информация полезная. Елена Андреевна, для меня очень важны ваши слова, потому что вы научный руководитель, да, и поэтому мне это особо ценно слышать. Экономическая теория, моя специальность 0,5. Шансов нет? Ольга Викторовна, шансов нет, потому что на этапе проверки вас все равно разведут. Ждем продолжения. Я тоже жду продолжения. Скоро мы встретимся, а точнее говоря, ну не совсем скоро, но тем не менее будем скучать друг по другу. Интересно, хотелось бы немного больше информации того же формата для докторантов. Татьяна Николаевна поняла. Договоримся с Директ-Академией, с Павлом Юрьевичем, и, может быть, сделаем какую-то дополнительную встречу для докторантов. И понимаю, что у вас, конечно, специфика, друзья. Докторанты – это вообще нечто особенное. Поэтому да. Спасибо, спасибо. Ясно. Ну что, друзья, если у вас нет вопросов, я благодарю вас за то, что вы присоединились к сегодняшней встрече. Приходите, пожалуйста, в следующий раз на мой вебинар, который состоится через месяц. Я постараюсь, чтобы он тоже был для вас полезен. И, пожалуйста, пишите вопросы, я на вопросы отвечаю. Присоединяйтесь ко мне в друзья на Фейсбуке, присоединяйтесь к моей группе, которую я веду для аспирантов, докторантов. Она открытая, выкладываю там разные материалы, поэтому буду рада вас видеть не только на вебинарах. Всего доброго, я с вами прощаюсь. До свидания. Я надеюсь, сегодняшний вебинар был для вас полезен. Разрешите тоже раскланяться. Но перед этим поблагодарить Наталью Модестовну за замечательный вебинар, а вас поблагодарить за активное участие в нем. Напоминаю, что Директ Академии – это вебинар каждый день. Вы можете принять участие в каждом вебинаре Директ Академии. Это бесплатно. И в соответствии с расписанием вы можете зарегистрироваться на каждый вебинар. Я с вами прощаюсь. До встречи на новых мероприятиях Директ Академии. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Директ Академии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова